Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе сиванское утро! Доброе сиванское утро! 16 июня И мы продолжаем изучать Тору Значит, книга сегодня Айом-йом Сегодня день Значит Говорит нам Эта книга Да, всем доброе добрейшее утро Говорит так Воздержание от физических наслаждений Этого мира В самом буквальном смысле Лишь хорошая подготовка к служению Давайте разберемся Вот есть у человека Его тело Его эмоциональная сфера Его интеллектуальная сфера И его душа Четыре этажа есть в каждом из нас Физический, эмоциональный, интеллектуальный И духовный Теперь на физическом уровне Каждый из нас Мы все здесь одинаковые Мы все любим получать удовольствие То есть человек с детства идет по двум сигналам Хочу получить удовольствие Хочу избежать страдания Это такой простейший уровень Им управляются В принципе И животные тоже И люди Все хотят получать удовольствие И избегать страдания Самое большое удовольствие Человек получает От еды И от размножения Так Всевышний запрограммировал Дальше идут какие-то Духовные удовольствия Любовь Эмоции И так далее Но принцип такой же Хочу удовольствия Хочу избежать страдания Тора нам установила Что есть удовольствие разрешенное То что Всевышний разрешил Есть удовольствие запрещенное То что Всевышний запретил Например Кошерная еда Это удовольствие разрешенное А не кошерная еда Это удовольствие запрещенное Кошерная еда в Йом-Типур Удовольствие запрещенное Хлеб в Шаббат Заповедь А хлеб в Песах Запрещено То есть Всевышний нам, чтобы мы не застаивались, он все время нам меняет в какие-то периоды плюс на минус, для того, чтобы мы имели возможность преодолевать свое естественное влечение к получению удовольствия. И через это преодоление мы приближались ко Всевышнему, потому что если мной управляет повеление Всевышнего, то в момент, когда я выполняю повеление Всевышнего, я со Всевышним соединяюсь. Это так работают заповеди. Теперь говорит нам эта книга о Йом-Йом, что воздержание от физических наслаждений этого мира лишь хорошая подготовка к служению. Здесь речь идет о разрешенных удовольствиях. Например, стоит перед человеком, значит, картошка жареная, борщ, пиво, водка, огурцы малосольные, колбаса, мясо. Прям полный стол стоит, да, такой. И другой стол стоит перед ним, да, другой стол, книжка, письменная Тора, устная Тора. Там пойти кому-то помочь, тут сходить кому-то там проведать в больницу. Ну, масса всяких дел, которые не доставляют такого вот физического удовольствия. И стоит человек и выбирает. Вот есть два стола. Тут у него накрытый стол удовольствий, разрешенных удовольствий, ничего запрещенного нет. Все, вся кошерная еда, все разрешено. И налево идет стол заповедей, в которых удовольствия нет. Что выбрать? Теперь для тех, которые уже поднялись выше в служении Всевышнему, для них очевидно, что Всевышний сказал к душим Тию, будьте святы, отделять себя и от разрешенных удовольствий тоже. То есть в этот момент, когда ты отделяешь себя от разрешенного удовольствия и выбираешь выполнение заповедей, то в этот момент ты становишься святой. Это такая уже нагрузка, сверхнагрузка, назовем это так. Говорит нам Рэбэ, это вот эта удивительная вещь, которая очень сильно отличает подход хасидсти и хаббатсти от обычного прямого подхода такого. Он говорит, отказ от разрешенных удовольствий для того, чтобы осветить себя, это, говорит, подготовка к служению. А само же служение не в игнорировании материи, а в превращении материального в сосуд для божественного. Он говорит, нет, возьми, выбери правый стол, где вся эта вкуснейшая кошернейшая еда, только сделай его не просто обжирание для себя, а сделай его инструментом служения, сосуд для божественного. Собери всех, кого можно собрать отовсюду, да? И сделайте то, что у хасидов называется фарбриндинг, это трапеза такая, застолье с прославлением Всевышнего. Сделай свою жизнь, не уйди от жизни и сделай это служением. Это подготовка, если ты можешь это сделать, ты красавчик, то есть уже не еда тобой управляет, а ты управляешь едой. Вначале подготовься к служению, то есть научись отделяться от, даже от разрешенного. Не быть как животное, которому показал, знаете, как обезьян ловят. Обезьян ловят в Африке так. Ставят такой кувшин, в этот кувшин кидают орехи и узкое горлышко. Обезьяна засовывает руку, чтобы взять орехи, набирает себе жменью орехов, а руку вытащить не может, потому что с орехами рука не выходит. И обезьяна такая сидит, а орехи отпустить не может, потому что как еду отпустить? Для животного это вообще нереально и непонятно, как отпустить еду. Только если ее кто-то, ну, более сильно у нее заберет еду, да. И вот обезьяна с этой рукой сидит, орехи отпустить не может, ее ловят, эту обезьяну, и куда-то продают в зоопарк. Теперь, значит, первое, человек должен уметь отпускать свои вот эти вот удовольствия. Они удовольствием не управляют. Я могу отказаться и от некошерной еды, и от кошерной еды, и от любых удовольствий могу отказаться спокойно. Мною управляет душа, интеллект, служение Всевышнему, рациональный разум, Тора. Ну, то есть, все. Я не животное, чтобы идти на поводу эмоций. Теперь, дальше, а дальше, есть еще, это была подготовка к служению. А служение, это теперь ты используешь все удовольствия материального мира для служения Всевышнего. То есть, материальный мир, это сосуд для Божественного. И действительно, не зря же Всевышний дал нам все эти законы жертвоприношения. Но есть жертвоприношения, жертва всесожжения, когда ты все сжигаешь и все превращается в дым. А есть жертва, которая называется благодарственная жертва, жертвы шламим они называются. Когда ты приносишь жертву, кусочек ты сжигаешь, а все остальное съедаешь с вином, с хлебом, празднуешь. Есть, например, заповедь такая, есть массер, десятина, которую ты отдаешь бедным. А есть десятина, массер шини называется, которой ты съедаешь в Иерусалиме, празднуя то, что ты живешь в этом мире, что Всевышний тебе дает. Есть бекурим приношения, да, бекурим это первинки, первые плоды. Когда ты, вот, урожай вырастает, ты выделяешь эти первые плоды, собираешь их. И потом шли в такие процессии, шли в Иерусалим с корзинами этих первых плодов, съедали их. Есть первенцы скота, которых приносили в жертву, съедали. Ну, то есть, Всевышний, он специально нас сделал не ангелами, а людьми, чтобы мы именно здесь, в этом мире, значит, выбрали его. Такая у него игра была, да, он говорит, смотри, если меня будут выбирать ангелы, это не, ну, как бы, это понятно, это очевидно. А вот люди меня, чтобы выбрали, которые у них вообще взгляд замутненный. Животные не могут выбрать, они думать не могут, они не могут, ну, то есть, у них нет информационного поля, которым они могли бы выбирать, размышлять, обсуждать, учить Тору. Ангелы, у них уже нет выбора, потому что они видят, как все обстоит на самом деле, им нечего, ну, им нечего, нечего им делать, да. Что сейчас заменяет жертвоприношение? Стол человека, это есть Мишнав Пертьявот, в котором говорится, что Шлуша, Шахло, Шулхан и Хат, трое, что кушали на одном столе, Вилу Амру Аляв Диврей Тура, они сказали на нем слова Торы. Тилу Ахлу Мизив Хэмитим, как будто бы они ели жертвоприношение мертвых, и да, поклонников, то есть, это, ну, жертвоприношение мертвых. Но трое, которые кушали за одним столом, и сказали за ним Диврей Тура, сказали слова Торы, как будто бы кушали со стола Всевышнего. Как сказано, Вайдабер Элай, как сказано, и говорил ко мне, Зе Шулхана Шерлиф Нешем, это стол, который перед Богом, то есть, стол, сегодняшний стол, когда шабатний стол, когда Митсвах, Насад Архим, гостеприимство, вот эти фарбриндины на этом основаны, что они собираются в хасиды за столом, делают лыхаем, кушают что-то, и говорят слова Торы, прославляют Всевышнего, рассказывают то, что с ними было, свои, ну, именно с точки зрения его чудеса, которые Всевышний для них делал, очень усиливает, очень усиливающая такая у них форма служения. Хорошо, значит, с этим понятно, да, то есть, нам нужно превратить этот мир в сосуд для божественного, именно об этом, об этом сейчас как раз недельная глава, когда разведчики, Любович Теревы, кстати, он объясняет их поступок, что они начали клеветать на землю Израиля и сказали, что мы должны вернуться в пустыню, да, остаться в пустыне, что они хотели служить Всевышнему и кушать ман, и не хотели заниматься ни земледелием, ни воевать, то есть, они не хотели заниматься земной работой, они говорили, что нет, мы туда не зайдем, нам не нужно это, мы вот сейчас уже в пустыне, нам хорошо, Всевышний нам дает ман, давайте тут и останемся, нам не нужны никакие вот эти земные вещи, так он объясняет их поступок. Теперь, но Всевышний, интересно, когда он сказал, что это поколение уйдет на 40 лет в пустыню, и все там умрут, дальше сегодня мы это прочтем, этот кусочек, Всевышний вдруг начал с ними говорить про жертвоприношения, именно жертвы благодарственные, шламим, с вином, с хлебом будете кушать эти жертвы, то есть, он говорит, вот это то, чего я от вас ждал, чтобы вы зашли в землю Израиля, и чтобы вы там занимались земледелием, чтобы вы выращивали скот, но чтобы вы, живя людьми, чтобы вы при этом создали место для божественного в себе и вокруг себя, вот это вот, ради этого Всевышний сделал этот мир, когда он создал первого человека, он ему сказал, что я тебя здесь ставлю, здесь обрабатывать сад и сохранять его, да, как говорится, адам ли амаль юлат, что человек рожден для труда, для какого труда, обрабатывать сад, Всевышний так сказал, первый человек, вот тебе сад, значит, обрабатывай его и сохраняй его, значит, будем заниматься, Давид Кост, как занимаетесь земледелием, надо заниматься земледелием, хорошо, дальше, обретение неба на земле, здесь говорится про самоотдачу, самоотдача сегодня, самопожертвование, самоотдача, она очень простая, перестать говорить, я хочу, мне нужно, а начать выполнять просто заповеди, то есть, не такая уж здесь сложная у нас самоотдача, самоотдача, самопожертвование, то есть, нам для того, чтобы проявить самоотверженное служение Всевышнему, всего лишь нужно выполнять простые заповеди, два раза в день сказать, шмай сраэль, помолиться, там, если мужчина одет филин, то есть, нет никаких сейчас сложностей, но даже это, вот именно, когда нет сложностей, когда нет, нет никакого такого страха, когда есть все общество потребления, именно это больше всего отталкивает от Всевышнего, можно вспомнить человечество до потопа, они вообще отказались служить Всевышнему, когда жили тысячи лет, когда у них все было, они сказали, а зачем нам Всевышний, у нас и так все есть, зачем нам еще кому-то служить, кого-то благодарить, у меня все есть, мне все отлично, и это та позиция, которая, которая очень, очень распространена, как только у человека все есть, он пускается дальше в какие-то извращения, в какие-то, все общества, в которые, как только им наступало богатство, они тут же уходили в извращение, то есть, они тут же, пока все, все очень так, как сказать, не хватает, так человек что, он, он, все его устремление, чтобы была еда, чтобы были дети, то есть, все, вот люди жили как, знаете как, ну вот, человек целый день работает, чтобы просто покушать вечером, да, и он понимает, если он не поработает, он не покушает, ну что, о чем он еще думать будет, он будет думать о извращениях, о развлечениях, о том, или сейчас человек, значит, он лежит, вот он поел, ему выплатили социал, например, да, ему не надо работать, у него есть где жить, у него есть этот социал, он думает, ну что мне делать, вот жизнь плохая, да, скучно мне, скучно мне не хватает, и все ему не хватает, а что ему не хватает-то? И он начинает выдумывать, что ему не хватает, и дальше, ну, то есть, все идет обжирание, какие-то он все время ищет, как бы еще, знаете как, вот последнее время, что было самое популярное? Кулинарные каналы, все, вот это то, что людей волновало, то есть, уже когда все есть, ты уже думаешь, ну, что же сделать-то, как же эту еду уже приготовить по-особенному, чтобы она, вот, уже я просто так покушать не могу. Я помню, для меня самое большое наслаждение было в детстве, когда был, ну, дефицит, там, я с 73-го года рождения, помню, 80-е годы, просто в магазин заходишь, булочка, там, за 9 копеек была булочка, сдобная булочка. Это деликатес был такой, что просто, я, ну, я не знаю, я вот, ну, о чем еще мечтать можно, кроме как об этой булочке, да? Все, и ты тренируйся, тренируйся, там, я, чтобы кроссовки Adidas получить, мне надо было 10 лет тренироваться, я получил первые кроссовки Adidas, которые, которые я заработал, когда попал в сборную СССР. А сейчас, когда ребенок рождается, ему покупают сразу кроссовки Adidas, и к чему ему стремиться-то, о чем ему вообще, о чем ему в жизни думать? Понятно, да? То есть, получается, что вот сейчас тот, кто просто выполняет заповеди, какие-то простые, это уже он на уровне великих-великих мудрецов прошлого. То есть, мы с вами сейчас 20 минут Тору учим по утрам. Это уровень вообще, на котором раньше были там пророки какие-то, и вообще, представляете? Вот, хорошо. Теперь, значит, недельная глава. Здесь недельная глава нам сегодня продолжает, как раз вот эта глава, самая такая интересная глава, шлах. То есть, есть две главы, которые, которые вот они похожи чем-то, да? Первая глава – это Берешит. Берешит – это первая глава, когда Бог человеку первому дал всю землю, сказал ему, вот тебе все, бери, все у тебя есть. Тебе не хватает чего-то, жена тебе нужна, на тебе жену, сделай тебе жену, половину твою. Вот вы вдвоем, кайфуйте, наслаждайтесь. Вот вам все ваше, весь мир ваш, да? Но вот от этого дерева добра и зла не трогайте. Понятно? Понятно, все понятно. Ну, понятно же, все, зачем надо было есть? И здесь то же самое. Вот вам земля, текущая молоком и медом. Вот я вас сюда привел, вот сделал для вас чудеса, вот вам дал Тору. Ну, зайдите, постройте храм там, и значит все. И наслаждайтесь, уже мир поднимется на следующую, знаете, как уровни в игре. И мир поднимется на следующий уровень. Божественный свет, нету зла, все все понимают, все отлично. Вот, и что? Нет, мы не зайдем, мы не можем, мы не сможем, у нас не получится. А что же у вас не получится? Это же Бог вас сюда привел. Как же не получится? Нет, не получится. И значит, тогда на 40 лет их вернули в пустыню, чтобы 40 лет Бог дает им ман. Чтобы они привыкли, что все от Бога, все от Всевышнего. И они тренировались, тренировались, тренировались. То есть, дошли до, опять зашли в землю Израиля через 40 лет, и опять не смогли справиться с, не смогли. Хорошо, значит, сегодня мы читаем отрывок. Сегодня Бог просто говорит, когда Он им сказал, возвращайтесь в пустыню на 40 лет, Он начал говорить про жертвоприношение. Если приготовишь тельца в Эдита Асе Бен Бакар для всесожжения, или какую-то ты жертву принесешь по обету, возьмешь недр перед Богом, или принесешь мирную жертву Шламим. А, кстати, сегодня в этом отрывке я вам сейчас такую вещь расскажу, вот, очень интересную я хочу ее рассказать. В общем, здесь идет, он рассказывает, что при тельце хлебное приношение, мука, там, смешанная с еле, с вином, возлияние и так далее. То есть, здесь рассказывается все про жертвы. Там, для одного быка, для одного овна, или для одного агнца из овец или коз, для каждого, сколько там нужно приготовить, чего дополнительного. То есть, он показывает, что я вас завожу в землю Израиля, то есть, недостаточно служить Богу в пустыне или в монастыре. Это недостаточно. Это неинтересно. Это как, человек себя как в тюрьму закрывает, и все. Ты попробуй себя служить Богу, когда он тебе дал стадо быков, и тебе теперь нужно десятую часть отдать. Вот это вот служение. А когда у тебя ни одного быка нету, и тебе нет выбора такого, отдать тебе десятую часть быков или не отдать, у тебя нет быков. И ты сидишь себе в монастыре такой, и все, у тебя нету, ну, никаких у тебя нет ни соблазнов, ничего нету. Это Бог сказал нет. Это подготовка к служению. А вот служение, это если ты выстоишь во всех соблазнах этого мира, вот это служение. Если ты все перевернешь на служение Всевышнему, это уровень. Да? Теперь вот здесь, ну, рассказал он про жертвы Всевышней. И дальше слова такие интересные. Каждый уроженец, каждый израх, израх это сегодня гражданин, уроженец, сделает так, когда он будет приносить жертвы для Бога. И дальше. Если будет среди вас жить пришелец, или который среди вас в поколениях ваших, и он тоже захочет принести жертву. То есть, Бог сразу говорит, что если будут те, кто к вам присоединятся, это называется Дер, тот, кто Митгаер, тот, кто принимает на себя, что он хочет жить, стать частью еврейского народа, называется Дер. И вот тут написано, если будет у вас Дер, который присоединится к вам, и тут слова интересные. У Ашер, или тот, который среди вас, или тот, который в поколениях ваших, то есть, это будет уже на потом, тоже закон. Значит, написано так. Кашерта асу кэнь ясе. Как вы исполняете, так он исполнит. Значит, как вы делаете жертвоприношение, так же он будет делать. Акааль, общество, говорит Бог. Будет один закон для вас и для Дера, который будет среди вас во всех поколениях. Как вы, так и пришелец будет перед Господом одинаковый. Одно учение, Тора Ахат, Умешпат и Хат, одна Тора и один суд будет вам и пришельцу, живущему с вами. Теперь, когда я это прочитал, я вспомнил, значит, я, в принципе, ни с тем не дискутирую. Мне просто интересно. У меня есть вопрос. Я знаю, что многие христиане, протестанты, православные, католики, приходят на уроки мои, слушают. Им интересно Тора, вот именно в ее, как она была дана Моисею Машеробену на горе Синай. И тут написано, что если кто-то будет присоединяться к народу Израиля во всех поколениях, один и тот же будет закон во всех поколениях. И когда то, что я слышал краем глаза, так я слышал, что когда Иисус, он начал проповедовать, то он сказал, что я пришел не отменить закон, а устрожить его. То есть, это как раз то, о чем здесь говорится, что, значит, есть закон, можно его устрожить. Все понятно. То есть, ну как же потом оказалось, что через сто лет, после того, как христианство развивалось внутри иудаизма, сто лет это было как секта внутри иудаизма, как же так потом получилось, что отменили все законы и сказали, что для того, чтобы присоединиться и жить, стать, новый Израиль, христианство называет себя новый Израиль. Как так получилось, что отменили все законы? Вот это мне интересно. То есть, как это объясняют, именно не сразу, он не говорил отменить законы, через сто лет примерно. Это вот мне непонятно. То есть, я с тем не дискутирую, просто вопрос у меня возник так между делом, когда я это сегодня прочитал, что написано, что пришелец и тот, кто родился евреем, и тот, кто присоединяется к еврейскому народу, у них абсолютно один закон, который одна Тора, один закон, одни жертвоприношения, то есть, все одинаково. Вот как, мне интересно, если кто-то исповедует христианство, то им узнайте, как это вот объясняют христиане, вот эту историю. Хорошо, все, я всем желаю хорошего дня. Я знаю, что если человек искренне стремится ко Всевышнему, Всевышний ему укажет дорогу, Бог ему покажет дорогу, и главное намерение, и когда вы хотите служить Всевышнему, то нужно изучать, молиться, благодарить, делать добрые дела, и Всевышний каждому, каждому откроет его путь, его дорогу, каждому покажет, что именно надо делать, главное, чтобы было чистое намерение служить Всевышнему. Все, всем удачи и успехов, всего хорошего, хорошего дня, благополучия, здоровья, счастья, богатства, и чтобы мы все это использовали для служения Всевышнему. То есть, только прославляем, именно с любого удовольствия, любой, весь этот мир нужно сделать сосудом для Божественного.